Да, кстати, когда двоюродный брат Кадырова по прозвищу «Быстрый» убил целую семью, Кадыров тогда не сказал, он нарушил скорость там, где 60 км в час он ехал гораздо быстрее. Нет, вместо этого он сказал, здесь летают мои родственники, приближенные мне люди, поэтому ты, пожалуйста, едь с правой стороны на маленькой скорости. А там еще был туман, объяснял тогда Кадыров. Поэтому мой двоюродный брат не виновен. Вот так он его отмазал. Как он будет отмазывать сына Чалаева, мы с вами увидим в ближайшие дни. Сегодня в городе Аргун Чеченской Республики произошло ДТП с летальным исходом. Погибла семья, муж, жена и 15-летний, по-моему, сын. И виновником этого ДТП является сын Замеда Чалаева. Замед Чалаев — это командир специального полка полиции, полка полиции специального назначения имени Ахмада Кадырова, который в составе МВД по Чеченской Республике. И вот так выглядит сын Замеда Чалаева. Его зовут Якуб. Значит, сам Якуб, естественно, не погиб. Неизвестно, чтобы он как-то серьезно пострадал. Находился Якуб вот на этом Мерседесе. И вот так выглядит этот Мерседес после ДТП. Пока нет точной информации, на каком автомобиле были погибшие, то есть семья погибших. Но, скорее всего, очевидно, что они были, наверное, не на такого уровня безопасности автомобилей. Поэтому, скорее всего, и погибли. Все действующие лица в этом ДТП являются жителями Нажаюртовского района. Сам Замед Чалаев выходит из селения Биной Нажаюртовского района и погибшая семья тоже из Нажаюртовского района. Забегая вперед, сразу хочу выразить слова соболезнования погибшим. Да помилует их Всевышний Аллах. Что касается данного ДТП. Вообще, в стандартной, обычной ситуации, когда происходит какое-то ДТП, и если, не дай бог, в нем погибают люди, то мы ни в коем случае не будем выступать за то, чтобы кого-то наказывали, чтобы не дали этой ситуации как-то урегулировать, тем более призывать к какой-то кровной мести. Конечно, мы ни в коем случае не будем. Наоборот, мы стремимся к тому, чтобы стороны примирились, так как летальный исход в ДТП является непреднамеренным убийством. То есть, это не та ситуация, когда человек изначально желал смерти кому-то, совершил преднамеренное убийство. Конечно, в такой ситуации мы ни в коем случае не выступаем за то, чтобы стороны примирились. Мы тут требуем справедливости, требуем наказания. Но когда это ДТП или любой другой несчастный случай, когда тот, кто виноват, виновник этого несчастного случая, если он не хотел этого, не желал, и это произошло вопреки его желанию, мы, конечно же, выступаем за то, чтобы стороны примирились. И если должен этот человек понести какое-то наказание, то мы, конечно, выступаем за то, чтобы это наказание было в соответствии с шариатом, как установлено это в религии Аллаха, какая-то компенсация и так далее. Но почему здесь мы сейчас будем настаивать на том, будем напоминать Кадырову и будем настаивать на том, чтобы виновник был наказан? Потому что сложилась такая ситуация в республике, когда 10 лет назад Кадыров очень жестко стал выступать за то, чтобы виновников в ДТП с летальным исходом жестко наказывали. И вот, например, в 2017 году, когда Аллам Хаджаев в результате ДТП, он погибла целая семья, виновником был Аллам Хаджаев, и он был, заявили, что он был пьян во время этого ДТП. Тогда не то, что наказали там самого Аллама Хаджаева, но всю семью, не то, что семью, всю фамилию Хаджаева с очкой Мартана тогда заставили покинуть республику, то есть их выслали. Вот об этом, например, тогда об этом писали, в принципе, все, вот мемориал об этом написал. Это произошло в 16-м году, в ноябре 16-го года. И тогда, в общем, это была очень громкая история, и Кадыров, и все там чиновники просто в один голос выступали за то, чтобы вся фамилия Хаджаевых была наказана. И вы можете сказать, ну, наверное, это потому, что Аллам Хаджаев был пьян. Наверное, именно из-за этого была такая строгость в наказании. А если виновник не пьян, это произошло по причине просто там несоблюдения правил дорожного движения, то, наверное, не так строго нужно наказывать, и Кадыров, наверное, не настаивал бы на том, чтобы сильно наказывали. Но спешу вас разочаровать. Дело в том, что Кадыров именно этот миф опроверг сам в эфире своего местного телеканала. Давайте послушаем, что он тогда говорил. Кадыров, и Кадыров, и Кадыров. Кадыров, и Кадыров, и Кадыров. Кадыров говорит, что меня, мол, спрашивают, если там виновник не был пьян, то можно ли имамам, мулам местным в урегулировании конфликта участвовать? И Кадыров говорит, нет, я сказал, нет, нельзя, я запретил. Кадыров тогда запретил вообще как-то помогать урегулированию таких вопросов, потому что он настаивал на наказании всей фамилии, целого рода виновника ДТП. Он говорит, я запретил. Если он, даже если он не был пьян, но он нарушил правила дорожного движения, то он убийца. И Кадыров даже приводит пример нарушения. И это превышение лимита скорости. Кадыров говорит, там тебе разрешено ехать 60 км в час, а ты там ехал 100 и убил людей. Значит, ты виноват, тебя за это нужно наказать. Другое дело, конечно же, Кадыров уже тогда, когда его двоюродный брат совершил такое ДТП, и он как раз там, где можно ехать 60, ехал, возможно, 200, и тогда тоже погибла семья, конечно, он тогда отмазал своего двоюродного брата. Там и все молы участвовали, и не было никаких проблем. Он уже тогда, конечно же, облажался, противоречил своим же словам. Но это не отменяет того факта, что мы ему должны напоминать о его словах. Поэтому мы сейчас очередной раз тебе, Кадыров, напоминаем. Этот автомобиль Мерседес, я тебе еще раз покажу его фотографию. Смотри, как он выглядит. Ты просто по виду этого Мерседеса можешь понять, что он ехал там явно не 60, и даже не 100, и не 90. А за городом, даже если мы представим, что это бы произошло за городом, то лимит скорости за городом в республике 90, а это ДТП произошло в черте города, то есть 50-60 км в час, понятно, что невозможно на такой скорости совершить ДТП, и чтобы целая семья погибла. То есть этот человек превысил скорость. Скорее всего, он и другие правила дорожного движения там нарушил. То есть он виновник, по его вине погибли люди, и мы сейчас ждем, требуем от тебя, чтобы ты следовал своим же словам, отвечал за базар, так сказать, на понятном тебе жаргоне, скажу. В этом, в урегулировании этого конфликта не должен участвовать ни один имам, ни один мула, никакой кадий Нажайутовского района, никакие там подручные твои мулы, никто, никакое духовенство, ни муфтий, салах, межиев, никто не должен в этом участвовать, ты должен это запретить. Этот виновник ДТП, Яков Чалаев, должен понести наказание в соответствии с законодательством России, что ему там положено. Должен состояться суд, если он должен сесть, он должен, значит, попасть за решетку. Давай очередной раз напоминаем тебе, чтобы ты следовал своим же словам и наказал сына приближенного тебе человека. Да, кстати, когда двоюродный брат Кадырова по прозвищу Быстрый убил целую семью, Кадыров тогда не сказал, он нарушил скорость там, где, значит, 60 км в час он ехал гораздо быстрее, нет, он тогда вместо этого он сказал, это погибшая семья, они были на семерке, на ВАЗ-2107, и ехали в левой полосе 40 км в час. Но если ты едешь 40 км в час, то едь справа, здесь люди, здесь мой двоюродный брат должен лететь, здесь летают мои родственники, приближенные мне люди, поэтому ты, пожалуйста, едь с правой стороны на маленькой скорости, а там еще был туман, объяснял тогда Кадыров, поэтому мой двоюродный брат невиновен, вот так он его отмазал. Как он будет отмазывать сына Чалаева, мы с вами увидим в ближайшие дни. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,